На сотни метров обнажился Волжский берег. Осенью этого года было замечено значительное снижение уровня воды в Куйбышевском водохранилище. Эта картина послужила поводом для вопросов и беспокойств. Как сообщили в Министерстве природы, резкое снижение произошло из-за маловодия в этом году и минимальным за последние 20 лет притоком воды. На данный момент специалисты не видят причин для паники. Ситуация штатная. Было принято решение об установлении режима работы гидрозлов Жигулевской ГЭС в районе 4400 кубических метров в секунду сброс. Этот сброс соответствует и прошлому периоду, как в ноябре было, и в декабре такой же сброс установлен. Сейчас уровень воды в Куйбышевском водохранилище составляет 50 метров Балтийской системы. Критически считается отметка в 45,5 метров Балтийской системы. По прогнозу рабочей группы, уровень воды в зимний период будет держаться в пределах нормы. За количеством воды Волги продолжат наблюдать, взаимодействуя с соседями Татарстаном и Чуашии. Напомним, что Леновская область уступает за поддержание стабильного уровня воды не ниже 50 метров Балтийской системы. 50 метров – это тот уровень, который позволит благоприятно пройти паводку весной. Для того, чтобы не было затопления, подтопления территории в паводковый период. И чтобы тот приток воды весенний, который будет, он позволил благоприятно наполнить водохранилище и никого не затопить. Если же вода не наполнит хранилище, заливы останутся пустые. Создастся угроза посевам весной и нересту летом. Как известно, изменение гидрологического режима влияет на животные миры и экосистему. В зимний период, как сообщают специалисты, поводов для опасений за флору и фауну нет. Чем меньше объем воды, тем меньше кислорода, тем ниже уровень жизненной емкости в водохранилище. И можно ожидать повышенные заморы. Но, опять же, я повторюсь, это, скажем так, отложенный эффект. А наибольшей опасности мы ожидаем, как вы правильно сказали, весной. Если говорить именно о сегодняшнем дне, то ущерб биоразнообразию как раз, наверное, так и минимальный. И поскольку, скажем так, рыбы уже отнерестились, птицы улетели, многие животные спячки ушли. Не стоит забывать, что водохранилище – полуестественный водоем. Он наполняется за счет притоков и талых снежных вод. А погода снегом пока не радует. Это значит, что уровень воды в весенне-летний период может оказаться ниже нормы. Поэтому поводы для опасения у экологов не беспочвены.